Всем привет! Думаю, что вы уже догадались по названию видео, что в нём я вам покажу, как создать Dissolve Shader в Shader Graph. Демонстрацию этого шейдера вы сейчас сможете увидеть на экране. Итак, для начала нужно создать сам шейдер, и переименую его на Dissolve. Чтобы потом не заморачиваться, я сразу добавлю три главные текстуры. Это будет главная текстура, текстура шума и градиент. Ну и сразу выберу текстуры, чтобы потом не заморачиваться. Ещё нужно добавить в флот значения для изменения уровня растворения. Все эти свойства можно будет изменять в материале. Теперь нужно добавить это значение в нод. Это делается с помощью нода Property. С помощью нода RamUp можно сделать так, чтобы значения от 0 до 1 были равны от минус 0.65 до 0.65. Эти значения просто самые подходящие для изменения уровня растворения. Дальше просто нужно переприлюсовать текстуру и это значение. Текстура также добавляется через нод Property. Теперь с помощью RamUp можно сделать чёрный цвет ещё темнее, а светлый ещё светлее. И на краях как раз будет градиент. Ещё всё это нужно пропустить через нод Clamp, чтобы эти значения не выходили за пределы нуля и единицы. Теперь добавляем света в альфу, прозрачность, и чтобы она заработала, нужно выбрать клип. И сейчас я покажу, как это будет выглядеть на модели. Для примера, у меня уже было на сцене сфера. Как вы видите, здесь нет свойства таллинг, как в обычных материалах, и нужно это добавить в шейдере. Нужно создать нод UV и перемножить его с вектором 2. А вектор 2 мы добавляем в свойствах. И он должен быть равен 1.1. И вот как тателится материал. Сейчас на материале просто серая текстура, поэтому нужно добавить какую-то текстуру на материал. Для этого я просто добавляю нод Property и выбираю уже текстуру, которая добавлена в свойствах. Добавляю нод Sample Texture 2D. И теперь нужно просто эту текстуру перемножить с нодом Clump. Нод Multiply, умножение. И теперь просто добавляется текстура вальбедо. И текстура по краям получилась черная. А чтобы добавить свечение, нужно создать новый нод текстуры и выбрать текстуру градиента. В качестве UV нужно использовать шум, который будет выходить с нода Clump. И подсоединяем этот нод в Emission, свечение. Как видите, светится вся текстура. Чтобы светились только края, нужно сделать инверсию через нод 1-. Теперь все нормально. Еще можно перемножить эту текстуру с каким-то числом. Допустим, создать новое значение float, Emission назвать. И поставить 2, чтобы свечение было в 2 раза больше. Добавляем нод свойства. И вставляем это все в Multiply. И чтобы значение не выходило за пределы 1 и 0, используем Clump. В принципе, все. Ну и под конец можно добавить float значения для остальных свойств в материале. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил 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 субтитры сделал DimaTorzok.